В прямом эфире телеканала «Губерния 33» программа «Беспредварительные записи». В студии Екатерина Старикова. Здравствуйте. В течение ближайших 40 минут поговорим о женском здоровье. Важность этой темы сложно переоценить. Не все, может быть, знают, что в России разработана и воплощается национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В ней закреплены те инициативы, которые способствуют в том числе повышению уровня здоровья женщины. Потому что только за последние пять лет в России, согласно статистике, женское бесплодие увеличилось почти в полтора раза. А статистика женских заболеваний показала рост и распространение эндометриоза на 26% и увеличение воспалительных процессов на 10%. Сегодня о женском здоровье поговорим с гостями нашей программы. У нас в студии Александр Иванович Лисин, главный врач Первого клинического медицинского центра, который находится в Коврове. Здравствуйте. А также у нас сегодня в студии Денис Николаевич Алексеев, акушер-гинеколог, хирург Первого клинического медицинского центра, который также находится в Коврове. Добрый день. Нашим зрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам, задать вопрос экспертам, высказать свое мнение по теме программы. Напоминаю, телефон в студии прежней 32-62-33. Ждем ваших звонков, голосов в эфире. Очень рады будем ответить на все интересующие вас вопросы. Начнем нашу беседу, я думаю, с того, что же это за стратегия такая интересная. Александр Иванович, как женщинам нужно особо помогать, почему? На самом деле данная стратегия подразумевает практически все сферы социальной жизни женщины, которые вливаются в современном мире. Если говорить о женском здоровье, которое в данной программе представлено, то здесь говорится о реализации доступности медицинской помощи именно женщин, увеличении качества скрининговой диагностики в плане различных женских заболеваний. На самом деле, потому что очень часто женщины считают стыдным обращаться к доктору по тем или иным гинекологическим проблемам. Но, к сожалению, это так. И данная программа помогает женщинам прийти к доктору, во-первых. Во-вторых, получить доступную и качественную медицинскую помощь. Первый клинический медицинский центр как раз в том числе и заточен на отработку этой стратегии. Правильно я понимаю? Да. Согласно данной стратегии, наш центр участвует в программе государственной гарантии оказания медицинской помощи. То есть, многие операции у нас проводятся по полюсу ОМС, то есть, бесплатно для женщин. Это во-первых. Во-вторых, мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь. Соответственно, увеличиваем ее доступность для населения. Денис Николаевич, раз говорим о женском здоровье, то не можем не сказать о том, кто же он главный врач для женщины. Это гинеколог, верно я понимаю? Да, все верно. Какая гинекологическая помощь и как вообще организована вот эта подача помощи женщинам именно в медцентре? В нашем медцентре, да. То есть, у нас существует амбулаторная гинекологическая помощь, да, куда пациенты обращаются с той или иной проблемой. Соответственно, если встает вопрос об оперативном лечении, да, то есть, у нас существует стационарное лечение, где, соответственно, проводятся те или иные хирургические вмешательства, пусть они будут диагностические, пусть они будут более какие-то радикальные. Если подробно остановиться на видах гинекологической помощи, расскажите. Ну, значит, в большем случае обращающихся это в основном реконструктивно-пластические операции, связанные с опущением различной степени, либо выпадением внутренних половых органов. У женщин менопаузального и далеко постменопаузального периодов предлагаются и рекомендуется различные хирургические методики, в том числе с применением синтетических протезов, эндоскопическим доступом через проколы, что наиболее выгодно в данном возрасте, в период реабилитации послеоперационного. Вы действующий хирург, верно я понимаю? То есть вы производите операции. Высокотехнологичная помощь, что подразумевается под этим термином? И оказывается ли именно такая помощь в медцентре? Да, то есть мы оказываем высокотехнологичную медпомощь по, так сказать, двум группам. В основном это, как я уже говорил, реконструктивно-пластические, связанные с опущением и выпадением внутренних половых органов, и именно с применением синтетических протезов полипропиленовых. И, значит, при огромных опухолях доброкачественных матки, придатков, опять же, органосохраняющих в пределах здоровых тканей. Александр Иванович, вот потомные высокотехнологичные операции, насколько сложно было организовать это, и насколько это востребовано? Александр Иванович, в данных видах медицинских вмешательств очень высока. То есть очередь таких пациентов, ну, она неуклонно растет. Во-первых, потому что не каждая медицинская организация может себе позволить оказывать данный вид помощи. По каким причинам? Во-первых, это необходимо оборудование, то есть высокосовременное лабороскопическое оборудование, которое позволяет нам проводить те самые вмешательства через проколы. Во-вторых, самое главное, это не оборудование, это руки хирургов. У нас в центре работает Денис Николаевич, как мы уже представили нашим зрителям, и также доктор медицинских наук, профессор Конопля Алексей Александрович. Вот они вдвоем, в принципе, сформировали очень хорошую команду хирургов, которые занимаются именно этой сложной гинекологической патологией. Вот вы, как главный врач, участвуете наверняка в отборе кадров, а кадры, как известно, решают все. Как же вы оцениваете человека, оцениваете доктора, именно женского доктора, чтобы пациентки не постеснялись, не побоялись прийти именно к этому человеку? Ну, понимаете, оценка доктора вообще вещь весьма субъективная и тяжелая. Ну, я как сам практикующий врач, врач-анестезиолог, я научился разбираться в сортах хирургов, поэтому команда подбирается очень неплохая. Проходит ли какое-то дополнительное обучение ваши сотрудники? Да, конечно. Наши сотрудники проходят регулярное обучение. Во-первых, стандартные сертификционные циклы, то есть те, которые нам государство диктует. И второе, это постоянное усовершенствование врачей, то есть это все тематические усовершенствования, какие возможны по лабороскопическим техникам, симуляционные центры, посещают наши доктора. У нас есть прямые договоренности с определенными университетами, которые нам оказываются, тем же Приложским институтом медицинским. Если говорить о посещении конференции, где отрабатываются новые методики, где показываются новые методики, это в нашем центре только приветствуется, и доктора всегда посещают основные конгрессы, съезды и так называемую живую хирургию, что обязательно. Что такое живая хирургия? Живая хирургия, когда группа врачей собираются, и им показывают трансляции операций онлайн. То есть в зал транслируется проходящая операция. Ну и, соответственно, периодические стажировки в различных местах. Вы делитесь опытом с коллегами или только перенимаете? Ну и перенимаю, и с более младшим поколением, конечно, делюсь. Какие современные методы используются именно диагностически у женских докторов в медцентре? Ну, в основном такие современные методы, как ультразвуковая диагностика на аппаратах экспертного класса, различные рентгенологические исследования, КТ, МРТ, и также эндоскопические методы исследования, как, например, при внутриматочной патологии, в различные периоды жизни. А в чем преимущество эндоскопических методов? Ну, допустим, есть эндоскопические методы исследования, трансвагинальные, да, при гипропластических процессах эндометрия, когда женщина, допустим, беспокоит постоянное кровотечение. Есть эндоскопические методы, это когда мы можем посмотреть глазом, взять биопсию, отправить ее на то и иное исследование, есть просто слепое взятие биопсии, не видит патологии. Получаем один результат, лечить его начинаем, а на самом деле оказывается там более что-то серьезное, в виде полипа, либо узла, которые уже требуют полноценного хирургического вмешательства. С диагностикой понятно. А о методах лечения расскажите подробнее. Какие именно современные, инновационные, может быть? Ответим на этот вопрос. После звонка телезрителя к нам назвонились в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот я слышала, что когда принимаешь противозачаточные гормональные препараты, то нужно делать перерывы обязательно на месяц. Скажите, так это или нет? И вообще, как часто нужно делать перерывы? И вообще, вот эти гормональные препараты, сколько лет можно принимать всю жизнь? Там, я не знаю, год, два, три или как? Спасибо. Ну, опять же, здесь нужно исходить из того, с какой целью был назначен препарат. Если он, контрацептивный эффект, нужен после какого-то оперативного вмешательства, то достаточно полгода приема данного препарата. Для лечения менопаузальных каких-то проявлений, соответственно, это длительный промежуток времени и в непрерывном режиме приема. В принципе, это все. Если какие-то просто гормональные нарушения у женщины? Ну, если гормональные нарушения, то есть нужно, опять же, смотреть, что хочет женщина в перспективе. Если она планирует стабилизировать менструальный цикл с последующим планированием беременности, то, соответственно, здесь месяца 3-4, ну, с расширением по показаниям далее. Но, опять же, перед этим нужно смотреть гормональный фон изначальный. То есть годами пить не стоит? Именно вот в качестве противозачаточных средств? В разных случаях по-разному. По-разному. Все индивидуально нужно смотреть на конкретного пациента. Итак, до звонка телезрителя мы с вами хотели ответить на вопрос, какие современные методы, методики используются в медцентре? В основном мы используем эндоскопию, то есть лапароскопический доступ в лечении различных заболеваний, как доброкачественных образований, самой матки, так и яичников, да, то есть речь идет о миоме и о кистах яичников. Также мы используем лапароскопический доступ в лечении, как раз вот опущение и упадение с постановкой синтетических протезов, ну, по новейшим методикам. Диагностический этап, да, при бесплодии, допустим, при планировании беременности, при реконструкции на маточных трубах, при доказанном факте трубного бесплодия. А лапароскопический метод, насколько я понимаю, более щадящ? То есть это не так, как при полосной операции, достаточно органосохраняющие, да, вмешательства? Лапароскопически можно и радикальные объемы выполнять, можно и консервативно как-то подойти. И реабилитация действительно проходит более быстро, более легко, и экономически это обосновано. Ну, если говорить о лапароскопии, в чем ее преимущество? Здесь исключается фактор большой операционной травмы, то есть не травмируются сопутствующие, грубо говоря, отделы, то есть не разрезается весь живот, то есть не нужно временно заживление огромного операционного разреза, то есть это старый добрый фонинштейн, либо передняя срединная лапаротомия, это все исключается. Соответственно, особенно у женщин более старшего возраста, у которых есть большое количество сопутствующих патологий, это уменьшает процесс выздоровления, то есть ускоряет его. То есть более четкая визуализация и более четкое действие на оперируемом органе. И потом, учитывая многопрофильность нашего центра, допустим, пациента с отягощенным таким соматическим анамнезом, также они у нас подходят на лапароскопические операции, то есть если у нас требуется помощь кардиологического профиля, либо терапевтического, то есть у нас все это есть, и поэтому проблем не возникает. Ну, здесь Денис Николаевич просто, видимо, решил добавить, и я вот его немножко дополню. В нашем центре пропагандируется один большой мультимодальный подход, то есть это мультидисциплинарная бригада. Суть ее в чем? Когда к пациенту подходит не только доктор-гинеколог, по профилю которого она госпитализирует, но если есть сопутствующие патологии, допустим, в плане кардиологического профиля, то при операционной подготовке включает кардиолог, эндокринолог для стабилизации состояния пациента. Это все идет в связке вместе с анестезиологами или генематологами, которые отвечают за жизнь и безопасность пациентки во время и постнаркозном периоде. Поэтому это увеличивает как безопасность, так и качество оказания медицинской помощи. У нас снова телезритель на проводе. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, подскажите, шестая неделя беременности, гинеколог вывесил очень много витаминов и табляток, запрещающих беременность. Вот если их все сложить вместе, получается целая горсть. Нормально это? Не навредит ли малышу? Денис Николаевич, я думаю, это к вам адресован вопрос. В основном принято до 13 недель беременности обычная фолиевая кислота, то есть в определенной дозировке, в определенной кратности. Поливитаминные препараты назначаются уже после срока гистации, то есть как наступает, с 13 недель поливитамины можно. Вот девушка говорит, закрепляющие беременность. Закрепляющие, темноте, гормональная поддержка в плане различных препаратов гормональных, которые поддерживают. То есть не вредно, если целая горсть набирается? Если показания существуют, то, соответственно, при желаемой беременности это нужно. Александр Иванович, какие услуги можно в медцентре получить бесплатно по полюсу ОМС, за какие все-таки придется заплатить? Ну, вся амбулаторно-поликлиническая помощь у нас оказывается в рамках договора с физическим лицом, то есть это за наличные деньги. Если говорить о оперативных вмешательствах, то 80% их мы можем оказывать по полюсу обязательного медицинского страхования. Вся высокотехнологичная медицинская помощь также оказывается в рамках программы государственной гарантии. А много ли желающих, не создается ли очередность? Или стараетесь помочь всем оперативно? Мы стараемся помочь всем оперативно. К сожалению, да, небольшая очередь у тебя всегда есть, потому что возможности центра не безграничны, а желающие всегда больше. Но здесь не говорится о неделях и месяцах. То есть мы всегда стараемся взять пациента как можно более оперативно, и все с учетом его показаний, то есть срочности и необходимости проведения данной операции. Это все доктор решает? Это решает доктор когда-то, это решает доктор совместно с заведующим. Если это необходимо, то привлекаюсь и я для определения показаний. То есть здесь всегда индивидуальный подход к пациенту. В начале программы я озвучила ужасающие цифры по бесплодию в стране. В полтора раза фактически вырос этот процент за последние пять лет. Как могут помочь женщинам в вашем центре? И эта проблема, насколько она вообще глобальна и широка? Ну, как врач стационарного звена, да, то есть я сталкиваюсь с первичным, либо вторичным бесплодием, связанным с окклюзией маточных труб, да, то есть абсолютной непроходимостью. Также диагностические процедуры выполняем и доказано, если есть какой-то блок, и если мы его можем оккупировать хирургически, да, соответственно, мы восстанавливаем проходимость по различным методикам эндоскопически и, в принципе, по 16 и половину 17 года есть неплохие результаты. Вот. И даже есть у нас наработки по рентген хирургическим вмешательствам о регионализации маточных труб. Расскажите о них подробнее. Что это из себя представляет, потому что, я думаю, для наших зрителей термин это не нужно. Это выполняют рентген хирурги нашего центра, да, то есть, соответственно, с консультацией гинеколога. То есть тонким зондированием восстанавливается регионализация маточных труб. То есть под рентген контролем в полость матки, а затем в полость маточной трубы заводится проводник. Тонкий зонд. Тонкий зонд. Поэтому проводнику заводится и при необходимости там баллонный катетер, который как бы раскрывает полость. И, соответственно, труба становится проходимой. Вообще бесплодие ставят сейчас, насколько я знаю, тем парам, кто год, живя в браке, не может забеременеть. Это нормальная практика? Мне кажется, год это маловато, но это мое сугубо личное мнение, как обывателя. Два года? Два года постоянно регулярной половой жизни без предохранения и отсутствия беременности тоже, да, нужно задуматься о тех или иных факторах. Мужской, женский, эндокринный, либо какой-то механический. То есть пара должна обследоваться. То есть тут может быть как мужчина виновником, так и женщина. Но виновником это, конечно, в кавычках. Поэтому пара должна обследоваться. И вообще к планированию беременности надо подходить сознательно. То есть перед беременностью пара должна быть полностью обследована, должна быть к этому готовой. Ну вот я еще знаю, что опять же надо пропить курс витаминов, исключить из рациона алкогольные напитки хотя бы за несколько месяцев до ожидаемого наступления беременности. Ну это вообще нормальная практика. То есть здесь даже говорить о том, что здоровый образ жизни – это плохо, ну как бы нельзя, согласитесь. Вот. И поэтому мы еще раз говорим о сознательном подходе к беременности, к планированию самой семьи. Если говорить о первопричинах, потом поговорим о первопричинах. Снова есть телезрители. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алла, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а можно ли в вашем центре сделать УЗИ и пройти осмотр гинеколога за один день? Спасибо. Сэкономить, так сказать, время? Да, конечно. Причем прием гинеколога у нас всегда проводится с ультразвуковым методом исследования. То есть все наши гинекологи на амбулаторном звене обучены методами ультразвуковой диагностики. Они специализируются именно на органах малого таза, то есть на женских половых органах. И поэтому это все можно сделать в один прием. Отлично. Если все-таки говорить о первопричинах бесплодия женского или мужского, что здесь стоит во главе угла? Причин действительно очень много. Есть и гормональные причины, есть и инфекционного происхождения, есть и связанные с ранее перенесенными какими-то оперативными вмешательствами. То есть если мы будем говорить о женском бесплодии. То есть нужно рассматривать все это с разных сторон. Имеет одно исключение, соответственно, выявлять основную причину и уже, соответственно, ее корректировать. Если это гормональное, то, соответственно, восстановление гормонального нормального фона. Женщина и народ достаточно эмоциональный. И такой диагноз бесплодия, я думаю, любую выбьет из клей, из психологической, из нормального состояния психологического. Как часто вам приходится говорить с вашими пациентками и выступать в роли психолога в том числе? Ну, довольно-таки часто, да. Потому что выявляя абсолютную непроходимость маточных труб и говоря о том, что мы их не сможем скорректировать хирургически, и единственный выход, то, что это вспомогательные репродуктивные технологии, это на какое-то определенное время настораживает женщину. Но объясняя все плюсы и минусы, соответственно, восстанавливается эмоциональный фон. Если проанализировать все гинекологические проблемы, которые могут быть у женщин бесплодия в этом ряду, хотя бы примерно какой процент занимает? Часто ли приходят женщины именно с такими проблемами? Ну, на собственной практике нечасто. Нечасто? Нечасто. А теперь предлагаю поговорить о кистах. Насколько это частое явление? Насколько это частая проблема? По сравнению с бесплодием, они, наверное, перед ним будут. С кистами в основном обращаются женщины уже предминопаузального и иминопаузального возрастов. Соответственно, ранее боялись выполнить оперативные вмешательства по их удалению, а в данном возрасте они уже боятся, что это будет злокачественное образование. Соответственно, здесь уже радикальные методы лечения в плане удаления опухоли, и даже если есть немного здоровой ткани. А как вообще понять женщине, что в ее организме женском что-то не так? Может быть, есть какие-то симптомы, может быть, какие-то тревожные звоночки? Ну, вообще существует ежегодная диспансеризация, профилактический осмотр, да, и вообще каждая женщина ежегодно должна проходить минимум обследований, да, то есть от обычных микроскопических, цитологических и обязательно ультразыковые, даже если все нормально. Что касается кист, здесь, я так понимаю, есть несколько методов их устранения, это и консервативное лечение, лекарственное, и хирургическое. Вы, опять же, смотрите индивидуально, или, может быть, есть какое-то предпочтение, отдаете какое-то предпочтение методу? Нет, абсолютно индивидуально. То есть в разном возрасте лечение может быть разным, и консервативным, допустим, в репродуктивном периоде, да, хирургическим, это уже в более, так сказать, премиум менопаузальном, в менопаузальном периоде, и, опять же, все зависит от характера кисты. Разный вид кист, соответственно, по-разному лечится. Нарушение менструального цикла – это уже проблема? Смотря в каком возрасте. Если это поздний репродуктивный, премиум менопаузальный, или даже нарушение есть в постменопаузальном периоде, да, то, соответственно, это не норма, и нужно обязательно обследоваться. Часто ли к вам на прием приходят беременные женщины и просят наблюдать их беременность на протяжении всего срока? Не часто оно бывает. А оказывается ли помощь, да, женщинам в положении? Да, конечно. И что конкретно? Во-первых, вся ультразвуковая диагностика. У нас есть доктор, который занимается именно скринингом, именно осмотром УЗИ диагностика органов малого таза и ведением беременных. Это вот доктор с очень узкой специализацией, потому что здесь ошибка врача ультразвуковой диагностики может стоить больших последствий. Поэтому это такая очень узкая и щекотливая тема, и поэтому наш доктор ультразвуковой диагностики занимается только беременными пациентками. Вот как отдельный доктор. Да, для этого есть отдельный доктор. Во-вторых, да, наши врачи-акушерогинекологи часто ведут пациентов беременных, то есть они ведут их там до родового периода. Понятно, что наш центр не занимается уже пациентками в время родов, мы не занимаемся вообще перинатальной, грубо говоря... Да, и если говорить вообще о беременных, то сейчас с этим стало лучше, но раньше женщины до последнего откладывали... Визит к доктору? Да, к доктору, то есть не вставали на учет, то есть это была прям большая беда. То есть сейчас мы видим потоп пациентов даже в нашем центре. У нас снова есть вопрос от телезрителей. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, а подскажите, пожалуйста, а не вредны ли для здоровья женского занятия боксом? Спасибо. Спасибо. Здесь, наверное, отвечу и я. Вообще, любые занятия экстремальными видами спорта, такими как бокс, где имеет место постоянная травма, они вредны для любого здоровья. Неважно, для мужского, для женского. То есть бокс, когда человек получает постоянные удары в лицо, даже более-менее мягкая перчатка, это никогда не влияет хорошо, потому что это всегда есть риск сотрясения, всегда повреждаются ткани лица и так далее. То есть здесь бокс – это личный выбор человека, и он идет на, грубо говоря, риски возможных последствий отдаленных. Соответственно, нервная регуляция различных функций организма страдает. Ну, опять же, вредность бокса для женского здоровья не доказана. То есть общие какие-то соматические проблемы она может вызвать. То есть есть нарушения цикла, связанные с каким-то сбоем нервной системы. А бокс тем самым немножко усугубляет это. Но опять же, я говорю, это не доказано. Александр Иванович, вот Вы обмолвились, что раньше женщины фактически не стремились встать на учет по беременности, прийти к женскому доктору. С чем Вы связываете вот этот вот прорыв, что сейчас все-таки они стали такими ответственными, приходят к врачу на раннем сроке? Во-первых, это то, что стало больше социальной грамотой, что ли, в населении, если говорить конкретно. Люди берут ответственность за свое здоровье, за здоровье своего будущего ребенка, то есть и обращаются к доктору. То есть перестала звучать эта фраза, а раньше в поле рожали. Понимаете? То есть это прежде всего ответственность человека за себя и за жизнь своего будущего ребенка. Поэтому, наверное, женщины идут к доктору на ранних сроках беременности, встают на учет и выполняют его рекомендации. А как можно вообще повысить эту грамотность у всего населения, что касается вопросов здоровья? Вот я знаю, у Вас горячая линия работает. Можно ли, позвонив на нее, узнать что-то? Или там чисто конкретные вопросы записаться к какому специалисту? Данная горячая линия позволит, во-первых, записаться к специалисту, то есть решить какие-то вопросы узконаправленные. Плюс при необходимости, если какой-то сложный вопрос, можно будет получить краткий ответ от нашего специалиста. По той или иной проблеме. То есть стоит ли записаться к такому-то врачу, либо, может быть, патология лечится у другого специалиста, а не к тому, к которому желает записаться. А Денис Николаевич, если анализировать типажи тех пациентов, которые к Вам приходят, вот они все-таки грамотны в отношении своего здоровья? Или, может быть, не очень? Или все-таки интернет, хотя интернет тоже спорный помощник в вопросах здоровья, там могут и обмануть, и дезинформировать? В 80 пациентах грамотные. Да, действительно, то есть интернет, он широко распространен и очень сильно влияет, и иногда даже не в лучшую сторону, на, так сказать, мнение женщины по поводу ее заболевания. Потому что до конца она его все равно не знает, и в интернете она возьмет только поверхностную информацию, то есть не ту, которую полную исчерпывающим можем ей предоставить. Вот. И даже иногда возникают споры по этому поводу. Ну, если говорить об информации в интернете, как ее воспринимают люди, просто не имеющие отношения к медицине, у них возникает так называемый синдром третьего курса. На третьем курсе медицинского института или университета преподается такой предмет, как пропедевтика внутренних болезней, то есть где изучаются основные симптомы. И многие студенты третьего курса находят у себя именно те симптомы, там, любых заболеваний абсолютно, начиная от кори и заканчивая, не знаю, волчанкой. Вот. И то же самое происходит с обычным непредготовленным человеком. То есть те или иные симптомы интерпретируются, грубо говоря, интерпретируются неправильно. То есть, и поэтому человек без специальных медицинских знаний не может адекватно оценить свое состояние. Женщины, готовящиеся стать матерью, которые приходят в ваш медцентр, на какие обследования они могут быть направлены? Есть ли те самые популярные генетические скрининги на какие-то отклонения в плане генетики плода? Биохимические скрининги, насколько я знаю, проводятся, да, то есть проводятся они на базе лаборатории в Москве. Ну, соответственно, более углубленные в виде кордиоцентеза, амниоцентеза у нас не проводятся, да, то есть таких нет у нас услуг. Что касается именно кордиоцентеза, то есть это определение мутации плода, ну, такие виды исследований проводят уже более, учреждения более высокого уровня, то есть это научные центры, специализированные центры, поэтому мы этим не занимаемся. То есть и введение беременных, и патологии беременных, это, ну, скажем так, совсем не наш конек. То есть реконструктивная хирургия – это все-таки первичная? Да, то есть в акушерстве и гинекологии, то есть в простонародье в гинекологии стоит разделять два направления. Это именно акушерство и именно гинекология. И вот мы занимаемся именно гинекологией, то есть это заболеваниями женщин, женских половых органов. А насколько сложны вот те самые операции по реконструктивной хирургии? Вы за операционным столом сколько времени проводите лично? Всегда по-разному, да, то есть, здесь и лимитированного времени нет абсолютно. Ситуация может быть разной. То есть легко, так сказать, расположенные органы, они оперируются намного быстрее и проще, чем, допустим, после перенесенных ранее уже оперативных вмешательств. То есть когда придется немножко поработать, чтобы подобраться к органу. То есть бывают и такие ситуации? Да, в операционных процессах довольно-таки часто. Если жительницы Владимира или других городов, может быть, даже Москвы, захотят обратиться в первый клинический медицинский центр, который расположен в Коврове, их примут или вы принимаете только ковровских жителей? Нет, мы принимаем жителей любых регионов. У нас нет ограничений. Любой житель Российской Федерации может к нам обратиться и получить медицинскую помощь. И также по программе государственной гарантии, то есть по полюсу ОМС. Да, вот что для этого необходимо, кроме того, что иметь полюс? Необходимо иметь полюс, паспорт и обратиться в наш центр. Так все просто? Так все просто. Растет количество случаев гинекологических патологий среди женщин пожилого возраста. Вот это тоже бич проблема. Расскажите, как женщинам уже в возрасте, которые, может быть, последний раз у гинеколога-то были, когда рожали еще, как им снять вот эти все препоны психологические в том числе и прийти на прием к доктору, потому что это очень нехорошо, если запущен случай. Да, то есть здесь уже просто нужно, так сказать, настраивать себя на то, что ежегодно просто обследуются. А как себя настраивать? Вот есть какая-то бабушка, 70 лет, которая, я говорю, уже в какие-нибудь там лохматые годы была у гинеколога последний раз, Ну, в основном, женщины такого возраста, они приходят уже по нужде, да, то есть когда есть какие-то проявления того или иного заболевания. Вот, то есть, соответственно, как вы говорите, были у гинеколога давным-давно, после первых или вторых там родов. То есть тут уже по факту приходится разбираться. И да, действительно, то есть редко такое бывает, чтобы женщина, так сказать, безуклонно, ежегодно проходила все вот эти вот минимальные обследования. Очень редко. Ну, и тут стоит добавить, что все-таки ответственность за здоровье, она лежит не на врачей, не на обществе, не на окружающих, а только на самом человеке. То есть каждый человек, он должен отвечать за себя, понимать, что это его здоровье, и нужно оно прежде всего ему. То есть без вот этой вот маленькой мысли в голове мы не сможем заставить человека прийти к врачу регулярно на медицинский осмотр, не запускать какое-то прогрессирующее заболевание, постоянно принимать препараты. Эта мысль должна быть в каждом человеке, тогда, в принципе, все будет хорошо. Тем более, учитывая тот факт, что некоторые заболевания гинекологические, в том числе, они проходят бессимптомно, обследование необходимое. И вопрос у меня относительно планов. Планируется ли внедрение каких-то еще более новейших технологий, методов диагностики, методов лечения в центре? На самом деле планов очень много в плане развития не только гинекологии, а других наших подразделений. У нас очень много точек компетенции на данный момент у центра. Все их озвучивать, это будет очень большой список, но если про основные и главные, мы говорим с вами о женском здоровье, то прежде всего, это дальнейшее развитие лапроскопической хирургии в гинекологической практике, это улучшение качества диагностики, это внедрение более совершенных программ МРТ, исследования малого таза женщин. Ну и там дальше список, можно продолжать практически бесконечно. Мы желаем вам осуществления всех этих планов, всего задуманного. Спасибо большое за беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии были Александр Иванович Лисин, главный врач Первого клинического медицинского центра, и Денис Николаевич Алексеев, акушер-гинеколог, хирург Первого клинического медицинского центра. Спасибо большое. Нашим зрителям я напоминаю, что запись данной программы и другие актуальные новости вы можете найти на нашем сайте trc33.ru Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин